Всем привет! Сегодня сделаем общую разминку. Продолжаем нашу серию уроков обучающих о тяжелой атлетике и о упражнениях в тяжелой атлетике. Сейчас сделаю общую разминку, в которую разогрею спину, ноги, колени, плечи, то есть подготовлю себя полностью к тренировке. Конечно же, все начинается с общей разминки. С общей разминки я ее уже сделал, то есть покрутили кисти, покрутили локти, покрутили плечи. Это в принципе каждый из вас умеет делать. Следующее, к чему я перехожу, это я всегда делаю наклоны. Делаю наклоны, стараясь с маленьким весом, максимум 40-50 кг, либо со штангой, либо на гиперэкстензии. Вот, только есть небольшая особенность, по крайней мере в тех наклонах, которые делаю вверх. Я сажусь как можно глубже, развожу колени в стороны и стараюсь как можно глубже сесть туловищем между ног. То есть тем самым я растягиваю поясницу, растягиваю ноги, можно даже немного опустить голову вперед. Таким образом вы почувствуете, что у вас будет натяжение по всей спине. Делаем это во время разминки с остановкой внизу, небольшое покачивание, тем самым стараемся можно глубже провалиться туловищем вниз. Еще эти наклоны хорошо делать перед рывком. Особенно для тех, кто частенько пишет, что у них есть проблемы при принятии стартового положения в рывке, что поясница недостаточно прогибается и немного выпирает. Вот, таким вот упражнением хорошо разминать. То есть основная задача, что положить наше туловище как можно глубже между ног и тем самым подготовить себя именно к тому стартовому положению, которое используется в рывке. Параллельно, пока отдыхает спина, я использую вот такие вот резинки для отработки или наработки или закачки плеч. Потому что у меня были большие проблемы с плечами, у меня были надрывы. И для того, чтобы не делать операцию, мне как-то посоветовали поработать с этой штукой. Вот я вам хочу сказать, что я с ней работаю уже на протяжении трех лет и проблем никаких пока с плечами нет. Особенность выполнения работы с резиной заключается в том, что движение нужно делать как можно плавнее. Плечо мы подаем немного вперед, то есть мы не прячем плечо, мы плечо подаем вперед и как можно больше прямой рукой мы плавно отводим вперед. То есть таким образом мы можем даже еще чуть регулировать силу нагрузки натяжения, отходя чуть дальше. Делаем на одну руку раз 10-15, делаем на другую руку 10-15 раз. Опять же повторюсь, я сейчас делаю быстро, желательно это делать вот где-то с такой амплитудой. Плечо у нас, еще раз повторю, вперед, медленно мы отводим вдоль. Следующее, то что опять же очень хорошо работает на укрепление плеча, на разминку, на разогрев, это упражнение, когда вы отводите под себя. То есть опять же, плечо вы выбрасываете вперед, еще раз выбрасываете вперед и таким образом выжимаете вверх. Раз 10-15, этого вполне достаточно, если перед каждой тренировкой делать. Поменялись на другую руку. Вот таких вот 2-3 подхода и ваши плечи очень хорошо разогревятся и будут готовы к тому, чтобы выполнять любые упражнения. А у нас дальше наклон. Возвращаемся. Ставим ноги чуть шире ширины плечей. Медленно опускаемся. Проваливаем туловище между ног, между бедер. Делаем остановку и встаем. Единственное, старайтесь не гнуть сильно спину, то есть чтобы не сидеть вот в таком положении. Все равно спина должна быть натянута. И в таком положении мы выжимаем вверх. Семь. Выжимаем. 3-4 подхода и лично мне этого хватает полностью. После этого я еще раз сделаю подход 2 на резинку. Как я уже сказал, в общей сложности где-то 2-3 подхода. Дальше, когда я разогрел мышцы плеча, плечевого пояса, я использую вот такую вот резинку. Думаю, что многие вы уже о них знаете, уже видели. И вытягиваю пару минут медленно в плечо. Здесь важно это делать как можно спокойнее, умереннее, то есть никуда не спеша. Проработать именно те зоны, которые вы чувствуете, где у вас болевые ощущения, постоять, потянуть. Также косые мышцы с разворотом вперед, то есть получается плечо подается сюда, в другую противоположную сторону. Задержались, потянулись, чувствуется как все мышцы тянутся. Другая рука. Сегодня, кстати, еще запишу один урок с этими резинками по поводу в использовании жима стоя. Встали, потянули. Опять же, я это делаю быстро. А это нужно постараться сделать как можно спокойнее. Следующее. Еще вот такая вот штука. Сейчас я не знаю, как я попробую ее на голову и тело. Я думаю, что многие из вас ее тоже видели и знают. Вот такая запатентированная резинка, благодаря которой можно, честно сказать, что я в это не особо верил, пока сам не попробовал. Затягивается. В зависимости от тех проблемных зон, которые у вас есть, эффект, чтобы не вдаваться мелко в подробности, потому что научным языком я этого вам не расскажу, заключается в том, чтобы обновить кровь. То есть получается эффект того, что как мочалка сжимается, вода выходит, кровь выходит, потом, когда распускается, заходит новая кровь, то есть обновляется. Тем самым идут быстрее процессы восстановления, прибывает новая свежая кровь и также лучше разогревается. При этом нужно делать какие-то, желательно делать какие-то движения, которые направлены непосредственно на эту группу мышц. Я эту резинку комбинирую с наклонами, потому что в наклонах все равно нога работает, поэтому вместе с резинкой делаем наклоны. Еще раз повторюсь по подходам, это 3-4 подхода по 6-10 раз медленно опускаемся и быстро встаем. После того, как мы размяли все эти группы мышц, я рекомендую использовать вот эту вот штуку. Я думаю, что у нас в принципе сейчас есть в большинстве залах уже, это уже не такая новинка. В основном я стараюсь и разрабатывать ситаличный нерв, потому что, опять же, на своем опыте я заметил, что когда я хорошо прорабатываю ситаличный нерв, именно выминаю его, то ли с мячиком, то ли с помощью этой штуки, у меня автоматически распускается нога и распускается спина. То есть, если есть какая-то зажатость, если есть какой-то дискомфорт, то благодаря непосредственно вот этим вот штукам и разминке ситаличного нерва все распускается. Поэтому берем вот такую штуку и чаще вы, возможно, ее видели без вот таких вот прыжек. И также медленно, никуда не спеша находим проблемные зоны. Проблемные зоны я называю те зоны, когда вам не втерпешь и вам хочется именно, чтобы туда не надавливало. То есть, если вы испытываете болевые ощущения, это именно то, над чем нужно поработать. И вот вы так медленно, медленно разрабатываете. Сначала под таким углом, потом вы меняете ее на такое, делаете. Дальше уже прорвать заднюю поверхность бедра. Когда вы поработали достаточное время и чувствуете, что вы хорошо размяли, вы можете еще добавить это все и промять непосредственно, как я называю, позвоночные столбы. Может у кого-то просто столбики. Так же медленно, в грудной отдел скрещиваем руки, чтобы нам не давило в лопатки. Был доступ к мышцам на одну сторону, на другую сторону. Поясница. Добрый. Ну вот и все. Разминка у меня занимает в среднем минут 20-30. На все заминка минут 15-20. В заминке в основном я использую ботинки, с помощью которых я вешу вниз. Ну и в основном растяжка, вытяжка, все такие вот вспомогательные элементы. Все вот то, что я сейчас показал, я использую именно перед тренировкой. Либо использую в те дни, когда нет тренировок в качестве разогрева и просто восстановления. Поэтому используйте. Опять же, это мой опыт, благодаря которому, который я наработал годами, к которому пришел. Поэтому, если что он будет полезен для вас, я буду очень рад. ОТОР В ИНОМ. Субтитры сделал DimaTorzok